130-я школа как пункт сдачи ЕГЭ работает последний день. На этот раз здесь собрались все те, кто завалил экзамен по математике. В нынешнем году этот предмет впервые сдавали два дня – профильный уровень, либо базовый, по желанию выпускника. Пересдача назначена всем на одно время. Базовый достаточно для того, чтобы получить аттестата в среднем образовании. Ну а профильный для поступления, если это предмет профилирующий, высшее учебное заведение. Будущий юрист Дарья Полевода те предметы, которые нужны при поступлении в ВУЗ, сдала хорошо. В копилке есть необходимое количество баллов. А вот по обязательному математике не добрала очков. Пока выходит, что получение аттестата у девушки под вопросом. Это не проходное, да, надо набрать 6 баллов. То есть сейчас цель набрать 6 баллов. Учителя в нашей школе приложили большие усилия, то есть они занимались с нами даже у себя на дому. То есть находили время для нас, помогали нам. Пересдают математику 119 человек. Это много. Большое количество несдач специалисты связывают со сложностью предмета. Подкосил выпускников именно профильный уровень. И такая тенденция отмечается по всей стране. На пересдаче допустимо поменять решение и выбрать базовый. Во время проведения экзамена запрещается иметь при себе средства связи, электронную чувствительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, писемные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Отчет времени начинается после заполнения всех бланков. Три часа отведено на решение базового уровня. На час больше дается для профильного. Повторно пытать счастье в углубленном знании математики отважились 43 человека. Впереди у выпускников еще два дня экзаменов. Завтра экзамен и 25-го. Это дни резервные. То есть в эти дни будут сдавать экзамены те выпускники, у кого совпали. В первый день проведения экзамена совпало, например, два. Результаты математики станут известны спустя неделю. И только тогда можно будет говорить о полной картине по округу. На сегодняшний день точно известно. Один выпускник останется в этом учебном году без аттестата. Молодой человек завалил два обязательных предмета – и русский язык, и математику. А в таких случаях пересдача возможна лишь в сентябре.